Снуд – это аксессуар, который недооценен. А между прочим, это тренд сезона. Как правильно выбрать снуд, расскажем. Прообраз снуда появился в средневековой Франции. Шили такой аксессуар из плотной ткани или пряжи, но носили на голове. А в 80-х годах прошлого века дизайнеры придумывают шапку-трубу, которую модницы сразу начинают надевать на шею. Посмотрите на этот снуд. На первый взгляд, вещь из масс-маркета. Но дизайнеры пошли дальше. И удорожили продукт. Они добавили золотую нить. В тренде массивность и крупная вязка. Из материалов хлопок и шерсть, но с небольшим добавлением синтетики для долговечности. С цветами в этом сезоне лучше не экспериментировать. В моде белый, бежевый, кремовый. Узоры тоже классические. Клетка и гусиная лапка. А сейчас рассмотрим удачные модели для снудов. Снуд этот очень интересный. Два изделия в одном. Это капор тренд-сезона, капюшон и сам снуд. Красивая английская вязка не создает дополнительного объема. Но при этом изделие смотрится весьма интересным и необычным. Красивая ажурная вязка. Довольно-таки объемная. Очень удобна тем, что можно носить в холодное время на голову. В составе шерсть и кашемир. Очень теплое изделие. Его можно носить как на джемпер, так и на верхнее изделие. Пальто, шубу, либо куртку. Можно носить как наверх, так и внутрь. Использовать в виде шарфа. Эти снуды оставляем в магазине. Рассмотрим антитренды. Снуд объемный, но слишком маленький. Смотрится как воротник. Этот снуд невозможно одеть на голову. Также сложно на верхнюю вещь. Скорее, как внутренний декоративный элемент. Это неправильная модель. Данное изделие – это стопроцентный полиэстер. Это первое, второе. Посмотрите, здесь один ажур. Ажурный полиэстер в осенне-зимний период вас не согреет. Это скорее декоративный элемент, который можно носить в раннюю весну, либо раннюю осень. Выбирая снуд, рассмотрите двухсторонние модели. Покупая один, получаете два. Будьте стильными вместе с нами.